РАДИО НВ ГОДЫНА ПОЛИТИКИ НА РАДИО НВ ИВАН ЯКОВИНА СВИТ ОГЛЯТ Добрый вечер, дамы и господа! Иван Яковинов в студии. Сегодня начинаем, как обычно, в это время наш еженедельный обзор главных международных событий. Я хочу начать в этот раз с того, что происходит в России. И, судя по всему, на выходных там будет какая-то очень серьезная заваруха. Прежде чем я расскажу об этой заварухе, я расскажу о некоторой истории, которая имеет, с моей точки зрения, прямое отношение к тому, что сейчас там происходит. На днях буквально стало известно, что российский генерал Виктор Московец лично уговаривал обычного солдата Артура Епифанцева записать пропагандистский ролик. Дело в том, что Епифанцев этот раньше выступил в одной из передач с таким замазанным лицом, знаете ли, с измененным голосом, рассказал о том, что солдат российских опрашивают на предмет того, готовы ли они стрелять в граждан России, которые выйдут на несанкционированные митинги против власти. Солдат сказал, что в общем-то, он сам и его коллеги сказали, что нет, не готовы, но написали на всякий случай, что готовы, потому что понимают, какой именно ответ хотят увидеть начальники. Так вот, потом, несмотря на то, что Епифанцев пытался остаться анонимным, его вычислили каким-то образом, его вызвал этот московец к себе и сказал, что давай записывай ролик о том, что не было такого вопроса вообще. На самом деле, Епифанцев записал такой ролик, сказал, что нет, я оклеветал всех, не было такого вопроса, но на самом деле, он в это самое время, когда его генерал уговаривал, этот самый Епифанцев сидел, все записывал на телефон свой, и в общем получилось так, что да, видимо, такой вопрос был, и действительно российская власть готовится стрелять в своих собственных сограждан, потому что вот это вот опровержение Епифанцевское было на 100% липовым, сделанным исключительно под давлением со стороны генерала. То есть Путин, в общем, готовится уже стрелять в людей. И почему, собственно, он к этому готовится? Тут такая вот, знаете, интересная история происходит сейчас в связи с местными выборами. В сентябре в России должны пройти в ряде регионов местные выборы, но тут не просто какие-то регионы, а Москва и Санкт-Петербург. В Петербурге будут на родине президента России, то есть Владимира Путина, будут избирать губернатора, мэра, ну почему-то он так называется, губернатора Петербурга. Человек Александр Беглов, который там претендует от партии власти, он категорически не пользуется популярностью, и всех его потенциальных оппонентов сейчас просто не регистрируют. Более того, не регистрируют тех людей, которые могли бы занять места муниципальных депутатов. То есть самый нижний уровень власти в российских городах. Их тоже не регистрируют оппозиционно в Петербурге. Так вот, прямо в эти минуты, слава богу, в Питере там белые ночи, все такое, сейчас там идет митинг около финляндского вокзала с требованием прекратить это безобразие и допустить до выбора всех тех людей, которые хотят в них принять участие. По самым скромным подсчетам в митинге участвуют 2000 человек, для Питера это немало, но до сих пор стоят огромные очереди за заграждениями, то есть в общей сложности, я думаю, там, ну, десятка тысяч людей точно будет. Поэтому в Питере народ, он вообще традиционно чуть более боевой, чем в Москве, и, видимо, люди там серьезно будут требовать того, чтобы их избирательные права были соблюдены. Потому что, понимаете, до сентября времени еще полно. Более того, сейчас же у нас только июль, сезон отпусков, то есть в это время и в Питере, и в Москве людей не так много. Многие очень разъезжаются на это время, на лето, поэтому даже вот эти там 5-10 тысяч человек, которые сейчас в Питере, это, в общем, неплохой результат. Но это еще не главное. Там пока, кстати, все мирно, все спокойно, никого не бьют, никого не дубасят. Пока более-менее спокойная ситуация. Но самое интересное, это то, что будет происходить в Москве. В Москве в сентябре будут выбирать Московскую городскую дому, то есть городской парламент. Сегодня утром по всей Москве прошли аресты оппозиционеров и сочувствующих. В частности, например, во время утренней пробежки был арестован Алексей Навальный, лидер оппозиции. Ему вменяют в вину какую-то ерунду, очередную, обычную, я даже не знаю, что именно, это не имеет значения, потому что все равно это, конечно, липовое обвинение. Но, тем не менее, он и многие его соратники уже отправлены в изолятор. Это превентивная мера. Очень боятся власти, что Навальный сможет гальванизировать, так сказать, своих сторонников и вывести максимально возможное количество людей на митинг 27 июля. Это будет суббота, судя по всему. И в этот день, как ожидается, прямо у московской мэрии пройдет митинг с теми же требованиями, с которыми сейчас выступают петербуржцы. То есть с требованием допустить к выборам всех кандидатов, которые хотят в этих выборах участвовать. Но тут сначала надо короткую. Это может быть очень-очень серьезное мероприятие, очень, даже, не побоюсь этого слова, кровавое. Все, по крайней мере, к этому сейчас идет. Но сначала короткая предыстория. Москва, как известно, столица России, самый главный, самый богатый, самый важный город этой страны. Кто контролирует Москву, тот, собственно, контролирует всю остальную территорию этой страны. И по мнению Кремля, оппозиция, по долгому уже мнению, то есть это не только вчера появилось, по мнению Кремля, да и вообще власти любой, российской, да, какая бы там ни была власть, оппозиция, опушечный выстрел не должна подползать даже к любым органам власти в городе Москве. Единственное, что оппозиционерам позволили, это занять вот те самые несколько буквально муниципальных, должностей муниципальных депутатов, которые вообще практически ничего не решают. Это просто такие церемониальные должности, самые низкие. Так вот, ну, к реальным рычагам власти в Москве, конечно, ни в коем случае оппозиционеров, по мнению Кремля, подпускать нельзя. Раньше этот вопрос решался очень просто. Когда Путин был очень популярным, просто там проводили Единую Россию и немножко подкручивали результаты голосования, чтобы оппозиционеры просто не могли попасть в парламент. Сейчас, когда популярность Путина в Москве уже ниже 20%, то не хватит никаких фальсификаций, чтобы победить на выборах. Поэтому создано абсолютно нереальные условия для выдвижения даже кого-либо в мэра Москвы. То есть, мэром Москвы, за пост мэра Москвы может побороться только человек абсолютно лояльный Кремлю. Других просто к этим выборам не допустят. Но тут же у нас не мэр, тут у нас всего лишь парламент. Тем не менее, там сделаны такие условия, что и даже поучаствовать в выборах парламентских, местных парламентских выборах, то есть выборах Мосгордума, практически невозможно. Для этого нужно собрать каждому претенденту на кандидатство даже, даже не на... Чтобы стать кандидатом, нужно собрать около 6 тысяч подписей. Что это за подписи? Это не просто человек пришел, расписался, да, я поддерживаю кандидата Васю Пупкина. Там нужно написать имя, фамилию, отчество, номер своего паспорта, адрес проживания, то есть выдать всю информацию о себе. Понимаете, в тоталитарном, авторитарном государстве подписаться, расписаться в том, что я поддерживаю оппозицию, не каждый согласится. Тем более, не каждый согласится это сделать летом, потому что летом людей нет, просто в городе, да, все разъехались. Потом, в Москве, я думаю, примерно та же ситуация, что и в Киеве, очень многие люди живут в Москве без прописки, да, то есть они понаехали откуда-то, или просто там живут, учатся, работают, неважно, но они не прописаны в Москве. Найти просто москвичам москвичам не так-то просто, особенно в центре города. Тем не менее, то есть смотрите, для того, чтобы выдвинуться к кандидатам, нужно примерно шесть тысяч подписей, при том, что побеждают люди с двадцатью тысячами голосов, то есть одну четверть, даже как бы одну треть всех необходимых голосов тебе нужно предварительно получить в виде подписей, причем вот этих суперподробных подписей, невероятно сложная задача, и сделать это надо за какие-то там, за какой-то месяц, по-моему. Тем не менее, несколько десятков кандидатов сумели собрать эти подписи, я не знаю, каким чудом, но это считалось бы, ну, вообще невыполнимая задача, собственно, она и была задумана как невыполнимая задача, чтобы никто не мог это сделать, и никто, соответственно, левый человек не мог бы выдвинуться в кандидаты, в депутаты Мосгордума. Таким образом, эти, значит, кандидаты, оппозиционеры просто совершили невозможное, пришли с этими подписями, и власть, знаете, вот как это, синий экран смерти просто, а что же делать-то, да, если они сделали невозможное, то надо их регистрировать, но регистрировать нельзя, потому что любой из оппозиционных кандидатов победит там с огромным перевесом, по, скажем, есть такой там Илья Яшин, да, он побеждает свою соперницу от партии власти, кстати, от партии власти никто формально не идет, потому что Единая Россия пользуется там уже какой-то отрицательной популярностью, поэтому они все идут якобы самовыдвиженцами, вот провластные кандидаты. Так вот, этот Яшин провластную кандидатшу, он ее обыгрывает с перевесом в четыре раза, то есть он побеждает ее просто одно левое, он может вообще ничего не делать, я думаю, он детей может есть на завтрак, и все равно он победит ее. В Кремле паника, что же дело, у нас половина парламента московского будет из оппозиционеров, и вступил в работу Московская избирательная комиссия, которая, конечно, полностью подконтрольная Кремлю, или там мэрии, кому угодно, полностью коррумпированная, она начала срезать этих кандидатов по абсолютным каким-то диким, надуманным предлогам, то есть меняли им имена фамилии, говорили, что женщины стали мужчинами, мужчины стали женщинами, многих людей просто сказали, что вас не существует и так далее. То есть в результате всех тех кандидатов, которые собрали необходимые подписи, им сказали, что ваши подписи недействительные, идите к черту. Соответственно, народ, конечно, возмутился, вот эти самые кандидаты сначала возмутились, потом те люди, которые за них отдавали подписи, тоже возмутились. И знаете, я вам так скажу, на самом деле, если бы они прошли, победили бы, это дало бы оппозиции огромный рычаг давления на российскую власть. Понимаете, без преувеличения можно сказать, что получение оппозиционерами мест в парламенте Москвы, то есть города Москвы, это трещина в плотине, которая представляет собой власть Владимира Путина. Причем трещина не маленькая какая-то трещинка, а вот такой прям нормальной дыркой. Даже один кандидат, даже один депутат, это очень серьезная проблема будет для российской власти. Поэтому под всякими абсолютно дебильными предлогами мы отказали в регистрации. И что было к моему огромному удивлению. Было несколько небольших митингов, и тут в прошлую субботу примерно 22 или 26, от 22 до 26 тысяч человек вышли на митинг с требованием признать регистрацию этих людей, то есть пустить их на выборы. В МВД, в российском МВД началось, просто всем начали давать по шапкам. Почему-то милиционеров, полицейских точнее, назначили виноватыми за большую численность митингов. То есть, имеется в виду, знаете, как бы милицию обвиняли в том, что она недостаточно сильно била людей, поэтому люди пришли. То есть, недостаточно жесткость проявляла. Более того, в мэрии, по мнению, по данным знающих людей, началась цитата «страх, растерянность и организационный хаос». Они просто не знали, что делать дальше. И до сих пор не знают. Регистрировать этих независимых кандидатов или не регистрировать. Почему, собственно, в чем проблема? Если оппозиция выдвинула ультиматум, если регистрации не будет, то ни выбора, ни результат этих выборов она не признает. А 27-го числа, июля, в Москве, прямо перед мэрией, на Тверской улице, дом 13, состоится гигантский митинг, несанкционированный митинг. И вот этого власть очень-очень боится. Ведь рядом, кстати, Кремль. О том, что было дальше, расскажу после паузы. Итак, поехали дальше про вам всякие российские дела. Рассказываю вам. Тут надо, конечно, сказать номер вайбера нашего. Если хотите, напишите мне что-нибудь приятное или неприятное. номер вайбера такой 067-670-2057. Еще раз, 067-670-2057. Звонить нельзя, как я понимаю, сюда, потому что не принимаются звонки, но вот писать можете что-нибудь написать, если хотите. Итак, поехали. Собственно, состоялся вот этот огромный митинг, и после этого митинга он состоялся на проспекте Сахарова. Это, ну, не самый центр Москвы, но недалеко от центра Москвы. Так вот, сразу после этого митинга многие российские оппозиционеры, особенно те, кому отказали в регистрации кандидатами в депутаты Московской городской думы, сказали, что они проведут еще один такой же митинг ровно через неделю, то есть 27 июля, прямо у здания мэрии Москвы, то есть прямо, знаете, в непосредственной близости от Кремля. До Кремля там так пять минут будут неспешным шагом идти от мэрии. Сказали, что проведут такой же митинг, перекроют Тверскую и так далее, и так далее, будут просто требовать изо всех сил регистрации. Если, конечно, эта регистрация не произойдет до, собственно, в течение этой недели. Власть испугалась всего этого происходящего, насколько я понимаю, потому что вот в мэрии начался хаос, в МВД начались чистки какие-то там, увольнения и наказания. Вытащили на свет Божий Эллу Памфилова. Это глава ЦИК Российской Центральной избирательной комиссии, которая последнее все время молчала, как партизанша, она сказала, что у меня сломанная рука, я на больничном ничего комментировать не буду, никуда влезать не буду. Просто, короче, слилась тихо, непонятно, почему, кстати, человек со сломанной рукой для меня это загадка, но, тем не менее, и тут она со сломанной рукой, ну, якобы сломанной, я ни на секунду не верю, что рука у нее действительно сломана, так вот, она вылезла и сказала, что не надо собирать никакие митинги, митинги вам не помогут, вы просто должны следовать закону, а регистрировать я вас не буду, не могу, никого не буду регистрировать, потому что, может быть, одного или двух людей зарегистрировано, но и то не факт. Короче говоря, она просто тянет время, говорит, а вы жалуете, сидите в суды, доказывайте, что ваши подписи настоящие, а не фальшивые. Короче говоря, вся эта оппозиция сказала, слушайте, Помфилов, иди-ка ты к черту, мы тебя слушать не будем и на митинг все-таки выйдем. И тут начинается самое интересное. Дело в том, что митинг этот будет несанкционированный, и реально, я вот сейчас смотрю по соцсетям, многие люди действительно говорят, что все-таки, короче, достало, пойдем, скажем свое мнение, потому что, и этот митинг, еще мало того, что вот он сейчас пройдет, их будет целая серия, видимо, планируется, что будет не один, а будет там раз в неделю, например, они будут собираться и требовать регистрации кандидатами, либо требовать уже отмены выборов. Короче говоря, эти выборы полностью дискредитированы. Еще один такой интересный момент, знаете, обычно о выборах в Мосгордуму никто о Москве ничего не знает, потому что эти выборы всегда такие под покровом ночи проходят, там явка процентов 15, никто особо даже туда не лезет. В этот раз о выборах знают уже все москвичи, все жители российской столицы в курсе, они поняли, что что-то не то происходит, какая-то движуха, начинают интересоваться, читать, читают, просто офигевают от того, что происходит и говорят, что ну, не все, конечно, по одному из запросов общественного мнения, примерно 20% москвичей готовы участвовать в акциях протеста. Ну, значит, если 20% говорят, что готовы, значит, ну, может быть, там 5% придут и поучаствуют. Не знаю, насколько это реально, но в принципе даже 5% это немалое число и будет интересно действительно, если они придут и поучаствуют. МВД российская объявила уже серьезно, что мы не можем гарантировать безопасности тем людям, которые придут на этот митинг. Все это, естественно, прочитали, так как что угрозу прямую, что МВД объявляет, что будет избивать всех тех людей, кто придет на митинг 27 июля около мэрии Москвы, но народ говорит, а пофигу, все равно пойдем, потому что, ну, типа, почему нет. Не очень уже как-то боятся даже, по-моему, потому что, знаете, на нескольких последних несанкционированных митингах ничего ужасного не происходило и никого там не убивали, по крайней мере, да, и даже и не сажали. К чему это вообще в целом приведет в ситуацию? Даже если этих кандидатов не зарегистрируют, скорее всего, не зарегистрируют, я в это практически не верю, потому что не могут, не может Путин дать заднюю под давлением Навального, потому что Навальный главный вот инициатор всех этих ультиматумов, да, Путин не согласится никогда и не даст заднюю передачу. Что важно? Выборы эти будут полностью дискредитированы, то есть такой элемент легитимизации власти, как, собственно, выборы в Москве, в главном городе России будет, в общем, уничтожен, да, то есть легитимность Владимира Путина и его системы будет базироваться исключительно на силе, то есть на дубинках, больше ничего, потому что раньше, знаете, как было? Сила, да, конечно, но в то же время Путин давал людям денег, много денег, люди богатели, это первое, и второе, какие-никакие выборы проходили, то есть легитимность, ну, в общем, была там, она, конечно, была немножко фальшивая, немножко там подкрутили, здесь прибавили, но в общем, были выборы, они существовали как класс, теперь же это полностью уничтожено, и всем говорят, так, все, только, только дубинки, больше ни на чем эта власть не держится, это довольно шаткая конструкция получается, потому что, плохо оно работает, когда власть, власть никто не уважает, никто не верит в то, что она настоящая, это очень нездоровая ситуация, так или иначе, она плохо кончится, эти выборы, вообще-то, обычно рутина, ничего невероятного не было в них, и тут они стали, превратились в гигантскую политическую проблему из-за как раз нерегистрации этих кандидатов, но я настаиваю, многие люди в Москве и в России говорят, а почему бы Путину их не зарегистрировали, ну, подумаешь, пару местных городских депутатов, чего с того, власть не развалится, а я думаю, что развалится, еще раз скажу, вот это, мне кажется, будет той трещиной, из которой, вот, маленькая трещина, плотине этого достаточно, чтобы рухнуть полностью, небольшой, небольшой промежуток, куда будет стекать вода, и вот таким промежутком, собственно, и может, такой трещиной, может стать даже один депутат Московской городской думы, и я думаю, что, именно поэтому, власть категорически опасается, боится, вот этого участия россиян, хоть как у нормальных оппозиционеров в работе Московской городской думы. И, кстати, тут же буквально на днях был опубликован закон в России, который разрешает открывать филиалы колоний, то есть тюрем, по сути, на крупных предприятиях. То есть Путин уже фактически собирается использовать тех людей, которые будут арестованы и посажены, их собирается использовать в качестве рабов на разных заводах. Ну что ж, наверное, это даже, наверное, в этом есть какая-то своя логика. Но, в общем, я всех призываю смотреть, наблюдать за тем, что будет происходить в Москве 27 июля. Я думаю, это может быть очень и очень интересно. Ну, перейдем к следующей теме. Следующая тема у нас, конечно, это Борис Джонсон. Человек, который вот буквально только что сегодня стал премьер-министром Великобритании, уже официальная королева ему поручила сформировать правительство. Это очень-очень-очень необычный человек. Сейчас я о нем расскажу. Ему 55 лет. Он родился в Нью-Йорке. Даже был гражданином США некоторое время, поскольку имеет право на это по месту рождения. Но отказался от американского гражданства, поскольку не хотел дважды платить налоги. И вообще он к Америке относится, как я понимаю, довольно скептически. У него очень интересное происхождение. Полное имя его Александр Борис де Пфеффель Джонсон. Это самый настоящий британский аристократ, но не на 100% английский. Его прадед Али Кемаль был визирем, министром внутренних дел в правительстве последнего великого визиря Османской империи. Этот Али Кемаль в свое время даже приказал арестовать Ататюрка, то есть основателя современной Турции, современного турецкого государства, за что потом его поймали и казнили. После этого дед Бориса Джонсона, которого звали Осман Али, сначала уехал из Турции и в результате осел в Великобритании, в Лондоне, где его переименовали, назвали Уилфридом Джонсоном. И с тех пор Осман Али стал Уилфридом Джонсоном. Собственно, фамилия Джонсон у нынешнего премьер-министра Великобритании именно оттуда. Кстати, со стороны матери тоже интересная история. В его роду были евреи из Прибалтики, тогда которая была частью Российской империи. Кроме того, наш замечательный Джонсон, который Али, который турецко-подлинный, можно сказать, почти что, и американец еще при этом, еще и еврей, он еще при этом не очень далекий родственник немецкой баронессы Эрнестины фон Пфефель, жены российского дипломата Федора Тютчева, которого, конечно, все больше знают как поэта. Очень знаменитого, я даже сказал, поэта. Так вот, дальше поехали. Отец Бориса Джонсона был одним из первых британских дипломатов, которые занимались интеграцией Великобритании в единую Европу. Он жил и работал в Брюсселе. И в ранние годы Борис Джонсон даже учился в Брюсселе в специальной школе для дипломатов. Это, кстати, будет... Об этой школе мы еще сегодня вспомним. Потом он прошел традиционным, в общем-то, для английского аристократа путем. Он сначала пошел в школу для мальчиков элитную Иттон, потом в Оксфорд. Там он подружился с половиной всей нынешней британской политической и экономической элиты. Был душой всегда компании, веселым таким разбитым человеком. Его все очень любили. И благодаря этому он стал членом всех самых суперэлитных закрытых клубов. В отличие, правда, от своих всех, ну, почти всех одноклассников и соучеников, он не пошел в политику и не пошел в бизнес, а стал, знаете, журналистом. И тут, надо сказать, не прогадал. Вот почему. Он почти сразу стал знаменитым журналистом. Благодаря своему языку. Язык Джонсона, вообще то, как он разговаривает, это отдельная тема. Он просто великолепно разговаривает. Я такого не слышал. Не знаю, может быть, есть у кого-то такое, но я никогда не слышал. Знаете, любой человек, который знает английский язык, сразу оценит просто безупречный, высокородный акцент Джонсона. И у него невероятно богатая, насыщенная образами лексика, блестящий юмор, часто, кстати, очень черный юмор. И поэтому слушать или читать Джонсона – это прям настоящее удовольствие. Без преувеличения, должен сказать. Хотя даже если в корне с ними соглашаешься, все равно приятно его слушать. Так вот, он работал в Брюсселе, опять же отправился в Брюссель и работал корреспондентом Daily Telegraph газеты. И там писал статьи о том, какая ужасная единая Европа. Он просто настолько живо живописал вот эти всякие страхи и ужасы европейской бюрократии, что остальные даже британские СМИ были вынуждены копировать его стиль, чтобы конкурировать с ним. Его стараниями Джонсон у единой Европы в Великобритании появился имидж такой неповоротливой, медленной, коррумпированной махины, которая хочет уничтожить все живое во всем мире и, естественно, главным образом Великобритании. Джонсон, например, писал, что Брюссельство страдает манией стандартизации всего и вся и требует, например, измерять кривизну бананов и огурцов, диаметр дырок сыра, а также настаивает на выпуске презервативов только одного размера, чтобы типа никого не обижать и не намекать на всякие расовые различия в этой сфере. В 2001 году, несмотря на свой успех в качестве журналиста, Джонсон пошел в политику, стал депутатом, но настоящий его политический успех ждал в качестве мэра Лондона, куда он избрался на эту должность, он избрался в 2008 году. Он там боролся с преступностью, развивал велопарковки. В общем, был неплохим мэром, хотя в Великобритании мэр именно Лондона не особо много значит, там Лондон разделен на районы, там местная власть больше даже значит, чем мэр, собственно, всего большого города, но его звездным часом Джонсона стал 12-й год, Олимпиада лондонская, когда, знаете, был такой очень смешной эпизод, когда он, пытаясь разрекламировать свой город, он решил проехаться на таком подвешенном над городом тросе, он там застрял и целый час болтался и требовал принести ему лестницу, выглядело это нелепо, но для любого другого политика это была бы моментальная политическая смерть, но Джонсон вел себя настолько раскрепощенно, по-смешному, по-веселому, он там всех очаровал, всем понравился, всех насмешил, и люди его полюбили во всей Великобритании. И, вы знаете, надо сказать, он вообще культивирует такой прям образ свой, как-то сельского дурачка, такого валенково, нелепого, валенково-нелепого, такого чудаковатого человека, который увольня, такого нескладного, который все время улыбается, шут, можно назвать его шутом, у него типа нет никаких особых убеждений или принципов, он такой простой, но зато смело говорит правду матку, обо всем, не боится ничего сказать в лицо, и никого не боится и не стесняется. И тут, значит, вот благодаря этому образу он может себе позволить говорить такие вещи, которые другим политикам просто могли бы стоить карьеры. Например, городской совет Лондона он называл вялыми комками, то есть членов этого городского совета депутатов, вялыми комками ленивые желеобразные протоплазмы. Про либерал-демократов он говорил, либерал-демократы не просто бессодержательны, это пустота внутри вакуума, облаченная в бесконечное ничто. То есть вы чувствуете, какой язык, да? Про лейбористов. За последние десятилетия мы в консервативной партии привыкли к оргиям в стиле Папуа-Новой Гвинеи с каннибализмом и убийствами вождей. А теперь мы с радостным изумлением наблюдаем за тем, как это безумие охватывает и лейбористов. Про Ливию он говорит, что Ливия хорошая страна, могла бы быть и с замечательными пляжами, если, конечно, с этих пляжей убрать горы трупов. Ливия на это, кстати, очень сильно обиделась на него. Мусульманских женщин, особенно их одежду, он всегда сравнивал с грабителями банков и с почтовыми ящиками, с прорезами до глаз и так далее. То есть он оскорбил вообще почти все. Но это еще не полный список. После новостей и рекламы расскажу, кого он еще оскорбил. Сейчас я буду рассказывать дальше про Бориса Джонсона, но хочу, в первом деле, сказать срочную новость. В Нидерландах умер актер Рутгер Хауэр. Ему было 75 лет. Сочувствую соболезную. Вот прямо сейчас пришло это известие. Ну, как говорится, земля пухом. Ладно, поехали дальше. Итак, Борис Джонсон обзывал женщин, которые одеваются в традиционную мусульманскую одежду, вот такую, знаете, бурки, их обычно называют по-английски, ну, типа хиджабы, наверное, да. Он их называл похожими на почтовые ящики или на грабителей банков. В общем, за это на него, конечно, все мусульмане обиделись. Потом главу Турции, тогда премьер-министра нынешнего президента Реджепа Таипа Эрдогана, он в стихах как-то раз обозвал анонистом и зоофилом. То есть тоже было не очень классное обращение с лидером другого государства. Свою собственную королеву он обвинил в том, что она любит кататься по странам британского содружества только в связи с тем, что обожает ликующих негритят и размахивающих флажками. Это, в общем, цитата его. Трампа он назвал потрясающе невежественным типом, не способным быть президентом, который явно не в своем уме. При этом он сказал, что хочет охранять, оберегать надо лондонцев от встречи с Трампом, потому что Трамп слишком уж такой, знаете, неконвенциональный человек. При этом сказал Путину, он назвал создателем бандитской клиптократии, а Лаврову, Лавров там говорит, вот наши отношения с Великобританией как-то не очень хорошо развиваются в связи с делом Скрипаля и так далее, а Джонсон говорит Лаврова, вы знаете, с моей точки зрения не все так плохо, потому что мы в вашей страну продали около 300 Бентли в прошлом году. То есть он как бы намекнул, что Россия действительно является той самой бандитской клиптократии. У Лаврова была такая, у него вообще кислая физиономия, там была просто супер кислая, как будто он килограмм лимонов съел. Ну и любимое мое высказывание Бориса Джонсона звучит следующим образом. Если вы проголосуете за Тори, то есть за партию Джонсона, то у вашей жены увеличится грудь, а у вас повысится шанс стать обладателем последней модели автомобиля БМВ. Конечно, его за такие высказывания не очень любят, а точнее сказать ненавидят. Вся британская элита считает его шутом, скоморохом, клоуном. Но я думаю, что это не совсем так. Точнее, совсем не так. Просто высокомерие и глупость многих британских политиков, журналистов, экспертов, политологов и так далее просто не дают им, этим людям, здраво мыслить. Джонсон действительно старательно культивировал образ вот такого просточка, и в него, знаете ли, проверили. Причем верили даже тогда, когда он писал статьи языком не хуже, чем у Пеллима в Вудхаусе, когда избирался в парламент, когда стал мэром Лондона, когда сломал через колено всю британскую элиту и добился своего на референдуме о Брексите в 2016 году. Даже сейчас, когда он стал премьером в британских газетах и в зомбоящике, его все еще называют клоуном. Хотя нет в Лондоне более хладнокровного и расчетливого политика, чем Борис. С моей точки зрения. Кстати, по-английски его называют Борис, но когда он сам говорит по-русски, то сам на себя называют Борис. Вот такая деталь интересная. Джонсона, почему я так говорю, почему он действительно холодный и расчетливый? Дело в том, что несколько раз Джонсона ловили на том, что он рассказывал про то, какой он простой валенок, как он вообще все ошибается, как он не понимает, где находится, что он забыл о том и сём. В разных аудиториях он одну и ту же историю травил, причем как бы обращаясь к тем, что он сознательно хочет сделать так, чтобы люди его не воспринимали всерьез, смотрели на него, знаете, так с усмешечкой такой. Более того, он даже, как выяснилось, он даже себе волосы специально лохматит перед телеэфирами, чтобы люди смотрели и думали, о, какой вот, знаете, такой страшилый страной чудес, да, такой, ну, сельский парнишка такой, непонятно о чём. Но при этом он это настоящий политический терминатор, одетый таким, знаете, весёлым клоуном. Чтобы, по-моему, для чего? Для того, чтобы отвлечь внимание противника от своих действий. С моей точки зрения, это один из самых талантливых, если не самый талантливый политик в Европе. Да, он кажется таким скоморохом, но в отличие от Трампа, который действительно валенок и дурачок, вот этот человек очень даже, очень даже разумный. Я думаю, что с его родословной сложно быть вообще другим человеком. Я думаю, что он действительно очень-очень умный. Но он говорит, что его образец для подражания для него – это Уинстон Черчилль. И вы знаете, надо сказать, что масштаб задачи, задачи, которые стоят перед Борисом Джонсоном сейчас, он в общем соответствует Черчиллевским или Тетчеровским, если угодно. Что происходит у него, что его ждет сейчас на внешнем контуре? Британия сейчас, как обычно, всю свою историю, она противостоит Европе, континентальной Европе. Правда, не какой-нибудь там империи зла, а демократичному, свободному, экономически благополучному, сильному Европейскому Союзу во главе, правда, все с той же Германией. Но это намного опаснее, чем, скажем, империя зла, там, какие-нибудь нацисты в 40-е годы, да, или Советский Союз в последующие годы. Дело в том, что такой эффективный, демократичный и современный Европейский Союз гораздо легче ему слопать Великобританию и растворить ее в себе, чем какой-нибудь империи зла. Более того, знаете, Джонсон интересно говорил, что Европейский Союз, ныне существующий, это попытка реализовать идеи Наполеона и Гитлера об объединении Европы, но другими средствами. То есть он прямо открыто говорит, что вот это Европейский Союз, это враг Великобритании. И, ну, собственно, Британия всегда выступала против такой объединенной Европы, она всегда поддерживала те страны внутри Европы, которые сражались против какого-либо объединителя. И я так понимаю, что сейчас Европа намерена, в общем, британцам отомстить за это все. Немцы, которые сейчас, естественно, являются главной и наиболее мощной силой в Европейском Союзе, они не дадут Великобритании спокойно уйти без потерь. Brexit, то есть выход Великобритании из Европейского Союза, напомню, назначен на 31 октября текущего года, то есть до него менее полугода осталось. Так вот, немцы не дадут спокойненько уйти. Они, знаете, совершенно даже, как мне кажется, уже не против схарчить Великобританию, своего извечного соперника в Европе. Каким образом схарчить? Отпилить от нее Северную Ирландию и Шотландию. Таким образом, можно сказать, наказать гордых англосаксов, которые всегда стояли на пути немецкой объединительной машины. Задача Джонсона, собственно, противоположно привести Brexit с минимальными потерями для экономики и целостности страны, но я думаю, с немцами им будет тягаться очень тяжело, потому что немцы очень нацелены на успех. Сейчас они чувствуют свой шанс, я думаю, с большой радостью заберут у Лондона финансовый центр европейский, перевезут его во Франкфурт. А также не против поживиться, знаете, за счет британской индустриальной мощи, то есть они не против того, чтобы британские заводы разорились в связи с тем, что появятся новые таможенные барьеры, и британцы будут вынуждены переносить свои производства в Европу, если они захотят и дальше продавать свою продукцию в Европейском Союзе. Тут еще что интересно. Немцы занялись вплотную созданием, вот они тихой сапой, очень аккуратненько все делают, но в общем-то они, как я уже вижу, целой кучей признаков, они занялись созданием своей вот этой замечательной континентальной империи, как я ее называю, причем женской империи. Смотрите, что там происходит. Ангела Меркель создала фундамент вот этого здания, да, суперэкономику и невероятно мощные финансы, плюс зона евро, плюс интегрированный Европейский Союз, то есть там пытаются что-то взбрыкнуть Греция, Грецию быстренько за шкирку поставили в стойлу. Британцы там что-то пытаются отпилиться, британцам сейчас такие условия выкатили брекси, что они не знают, как дальше выкручиваться. То есть Меркель вот это все создала. Ей на смену в качестве канцлера Германии придет Аннегрет Крамп-Каренбауэр, ее преемница. Это такая тоже стальная женщина с не очень радостным характером. Она, собственно, будет скручивать в бараний рог всех тех европейцев, которые вздумают там что-то, права качать. Сейчас, кстати, она стала министром обороны, и, видимо, ей там дадут военную подготовку, объяснят, как и правильно разбираться с теми, кто там будет шалить в Европе. А бывшая уже глава Министерства обороны Германии графиня Урсула фон дер Ляйен станет осенью главой Еврокомиссии. Тут, кстати, интересная такая история. Вот эта ледяная просто немецкая графиня и огненный британский барон Борис, они сейчас, я чувствую, разыграют очень интересную дипломатическую партию. Непонятно, кто кого. Либо Борис ее сожжет, либо она его заморозит в Европе. Но они вместе учились в одной и той же школе в Брюсселе, потому что будущая графиня фон дер Ляйен, Урсула, она, будучи девочкой, тоже ее родители работали в Брюсселе, и она там училась с Борисом Джонсоном в той же самой дипломатической школе. Вот, как говорится, снова встретились. Я думаю, их противостояние будет просто эпическим и, вероятно, по его мотивам когда-нибудь даже кино снимут. И я думаю, правда, все кончится для британцев плохо, потому что у европейцев гораздо более выгодные сейчас позиции. Но посмотрим. Винстон Черчилль и не из таких переделок выкручивался. Внутри, правда, тут надо сказать, у Джонсона ситуация будет даже, наверное, хуже, чем у Черчилля, потому что внутри Великобритании у Джонсона тоже проблема. И, как я сказал выше, его все ненавидят. Уже сейчас несколько министров объявили, что не будут консерваторов, не будут с ним работать, и объявили о своей отставке. Например, Джереми Хант, который занимался, был возглавом Министерства иностранных дел. В любое время его же однопартийцы, то есть Тори, могут, как сейчас, я сегодня только слушал «Гардиан», там у них замечательный был подкаст, я, кстати, всем советую подкаст на эту тему, и там говорилось, что очень вероятно такой сценарий, что внутри партии консервативно начнется бунт и против, собственно, Джонсона. И депутаты в парламенте, консерваторы потребуют вынести в этом доверие или недоверие премьеру и его новому правительству. Таким образом, в принципе, Джонсон может снова выйти скоро на новые досрочные выборы, которые неизвестно, выиграет он или проиграет, потому что его, собственно, однопартийцы дико его ненавидят. Вот это вот будет очень интересное противостояние внутри консервативной партии. То есть, понимаете, ему, во-первых, надо будет сражаться с Урсулой, вот этой графиней Урсулой, которая будет немецкая графиня ему палки в колеса ссывать из Брюсселя, да, и внутри ему тут свои же друзья англичане, свои родные будут тоже бить по рукам и не давать работать по-человечески. Понимаете, если будут новые выборы, Великобританию ждет абсолютно точно, ждет чудовищный хаос политический. Непонятно, кто победит, потому что сейчас и у консерваторов, и у либористов двух главных партий британских очень низкие рейтинги. Зато очень высокие рейтинги, например, у Шотландии, у СНП, Шотландская национальная партия, которая выступает за отделение Шотландии. Вероятнее всего, если пройдут новые выборы в парламент, то по итогам этих выборов шотландские националисты потребуют проведения нового референдума об отделении от Великобритании. Скорее всего, они это победят, добьются отделения, потому что сейчас подавляющее большинство шотландцев выступает за сохранение в Евросоюзе. То есть они хотят, если выбирать между Великобританией и Европейским Союзом, они выберут Европейский Союз. Примерно такая же ситуация в Ирландии, хотя и не столь выражена в Северной Ирландии, разумеется. И немцы сейчас подогревают изо всех сил, они говорят, мы ирландцам будем помогать, в том числе и северным ирландцам, если они захотят отпилиться от Великобритании. В общем, сражение у Бориса Джонсона, вот это брекситовское, будет невероятно тяжелым, там что-то, а вот просто ему предстоит. Я даже не знаю, как он выкрутится, но, по-моему, это просто невозможно. Но если есть в Великобритании человек, который способен справиться с задачей такой дикой сложности, то это только он. Остальные, я почти уверен, точно не справятся. Его можно посмотреть на Терезу Мейску, как она билась головой об эту стену, и все у нее ничего не получалось, и не получится, как я думаю. Но Борису Джонсону я все-таки желаю успеха, потому что человек он крайне неординарный. Я думаю, что если у него все получится, мы о нем не один фильм увидим художественно, а то и документально. В общем, это все будет интересно. Но сейчас у него, кстати, другая очень важная история противостояния в Персидском заливе, и тут тоже все сложно, потому что иранцы сейчас взяли в плен британский танкер. Сейчас Иран требует, чтобы британцы освободили иранский уже танкер, захваченный в Гибралтаре по просьбе США. Да, американцы хотят сделать так, чтобы Великобритания полностью разругалась с Ираном и встала на американскую сторону в противостоянии с этой Исламской республикой. Джонсон этого не хочет. Он в прошлом выступал на стороне Европы, как раз играл в европейскую игру, он когда был министром иностранных дел, не так давно. И он говорил, что нет, нам надо с Ираном договариваться, не надо вступать в нем в жесткое противостояние. Но сейчас дело вот в чем. Он, возможно, будет вынужден пойти на поводу у американцев, потому что президент США Трамп обещает заключить торговое соглашение с Великобританией только в том случае, если Великобритания встанет на американскую сторону в противостоянии с Ираном. Для Джонсона такое соглашение с американцами будет крайне важно, особенно в контексте выхода его страны из Европейского Союза. В общем, у Джонсона, мало того, что у него Brexit, над ним как Дамоклов меч висит, так ему еще сейчас, вот прямо сейчас надо разбираться с Ираном и с захваченными танкерами. Это вообще невероятно сложная история, потому что иранцы так просто не откажутся, а, знаете, просто взять и освободить иранский танкер тоже нельзя, потому что в этом случае будет дикий просто конфликт с американцами. И Великобритания попадет в ситуацию, когда она, с одной стороны, полностью разругается с американцами и не будет у нее торгового соглашения с США, с другой стороны, полностью она разругается с европейцами. И Урсула Ледяная, да, не даст спуску нашему дорогому другу Борису. В общем, бедный-бедный Борис, тяжело ему придется. Но есть надежда, что в этот самый момент и у Трампа будут проблемы, которые отвлекут его от серьезного противостояния с Великобританией. И сегодня, буквально, вот пока я готовился к этой сегодняшней передаче, выступал в Конгрессе Роберт Мюллер, специальный представитель, который должен был расследовать связи американцев, связи американского президента с россиянами и не препятствовал ли он расследованию вот этих вот связей. Он долго выступал в Комитете по юридическим вопросам и там я хочу рассказать, я уже много не успею рассказать, но хочу рассказать один важный момент. Итак, все американцы знают, что действующий президент не может быть обвинен в преступлении, ему нельзя выдвигать обвинение. Люди Трампа, да и прочих других всяких президентов много раз повторяли вот это как аксиому. И очень многие наблюдатели, включая меня самого, кстати, были уверены, что это какое-то незыблемое правило, типа президентской неприкосновенности, которая записана в Конституции, отлита в граните или в каких-то законах. Ну, какой-то закон об иммунитете, типа, да, должен быть. Но в реальности все намного интереснее. Телеканал MSNBC на днях тот попытался выяснить, откуда взялось это вообще, это правило о том, что президента нельзя обвинить. И на днях вот они докопались до истины, выяснилось, это не закон и уж тем более не Конституция. Это меморандум внутренней инструкции отдела, юридического отдела Министерства юстиции США от 1973 года. То есть это малюсенький, не особо-то и важный бюрократический документ, который, да, гласит, что нельзя президента обвинять в преступлении. То есть это не закон даже. Эту штуку можно спокойно перешагнуть и обвинить президента. И вот тут в этой связи очень важная история. Сегодня был вопрос, сегодня у Мюллера больше всего ждали ответа на вопрос. Знаете, какой? Если бы Трамп был обычным гражданином, а не президентом, то был бы он обвинен в совершении одного или нескольких преступлений. И этот вопрос задали Мюллеру. Задали его, задал его один из, Тед Лью, представитель, то есть, ну, этот самый, как, конгрессмен Тед Лью спросил. Вот если бы, то есть Трампа можно было бы обвинить, если бы он не был президентом. Правильно ли это? И Роберт Мюллер ответил, правильно, это правильно. То есть, после этой фразы очень многие демократические политики сказали, что Трампа надо обвинять в совершении преступления и, в общем-то, сажать. Не знаю, получится ли это, но будем на это надеяться. На этом у меня сегодня все. Да пребудет с вами сила. Пока-пока. Радио НВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова